Переход нашего поселения в эпоху мезолита, который произошел в прошлой серии, открывает для нас много новых возможностей. Каменный инструмент, лук и стрелы, а также примитивное фермерство, все это, конечно же, не приведет наше поселение к успеху, ибо зеленый все еще балбес. Впрочем, возможно, все не так грустно и наши подопечные сами смогут о себе позаботиться. Ну а прежде чем мы отдадим им бразды правления, я традиционно попрошу вас заняться ютубовской чепухой и поставить под видосиком лайк, оформить подписочку, если она еще не оформлена, и написать коммент. Заранее спасибо и поехали. Надеюсь, к светлому будущему. И начинаем мы, увы, с совершенно грустной ситуации. Мы сейчас потеряем одного из поселенцев, это вот эта вот маленькая девочка, на которую охотится пещерный лев, но сейв произошел в такое время, что сделать здесь ничего невозможно, к сожалению. Мы можем... Единственное, что отправить... Да, преследует пещерный лев, видите? Но она уже ничего не сможет сделать, потому что ей уже конец. Поэтому мы можем только посмотреть, как ее убивают, и надеяться на то, что вот этот лев все-таки отхватит по мордасям. Засранец, а? Ну как так-то, а? Ты убил маленькую девочку. Ты же знаешь, кто такие дети, вот подонок. Так, и наш вот этот вот Коргор, вообще не парись, убил пещерного льва и пошел по своим делам. Ну, действительно, почему бы и нет? А, я понял, куда он пошел. Он пошел хоронить ребенка. Это очень печально, на самом деле. Да. Вот для этого и нужны нам, наверное, стены, ворота и т.д. и т.п. Итак, что же у нас по плану в этой серии? В этой серии я хотел бы все-таки заняться обработкой зерна. Может быть, у нас это получится. И неплохо было бы сделать, освоить стрельбу из лука. Но это уже, скажем так, гиперплан, да? Я не уверен, что у нас получится с этим справиться, да? Так, подожди, смотрите, кстати. Требуется технология приручения овец. То есть молодых муфлончиков мы можем с вами приручать. Вполне себе нормально можем приручать. Но нам надо с вами сейчас как-то поднять нужное количество знаний. Еще 6 единиц знаний нам нужно. В прошлой серии мы вот здесь вот разделали целое стадо коров. О, подожди, кстати, смотрите. Тут у нас еще и олень бегает. Давайте мы его тоже привалим на всякий случай. Может быть, на нем хотя бы получим опыта. Но, правда, пока наши ребята собираются, он уже куда-нибудь убежит, как мне кажется. У нас очень много маленьких детей занимается делами по всей карте. И это может нам аукнуться. Ну, мы только что, в принципе... Мы только что, в принципе, приняли к нам еще одного человека, да? Или даже двоих. Ну, в принципе, я не против, в принципе. Так, смотрите, кстати, вместимость захоронения троечка. То есть, подожди, сюда либо никого... А, вот, ты несешь ее, да? Только сейчас. Ну, вот тот товарищ, которого мы похоронили в прошлой серии, он уже, по всей видимости, разложился. Давайте добудем здесь еще камушки. И у нас, кажется... Что тут у нас? Осень заканчивается. Скоро наступит зима. Так, все, он ее похоронил и пошел, видимо... Да, пошел перекусить, по всей видимости. И спать. Потому что очень-очень сильно устал. Хотя, вообще-то, непонятно, зачем он ходил на склад. Ладно. Так, давайте, знаете, что посмотрим? Посмотрим этапы. Значит, неофермер. Открыть все растения эпохи неолита. Приручение иметь 10 кос и 10 овец. Построить кромлях. Я не знаю, что это такое металлический сплав. Ну, это... Остальное уже, как бы, понятно. Остальное уже понятно. Так, а что у нас с едой-то происходит? Почему вы такие голодные-то ходите? Вроде бы с едой особых проблем нету. Мясо в вагоннище. Вопрос, собрали ли мы всякие там орешки? Погоди, где-то тут были у нас вроде бы каштанчики. Давайте посмотрим. Это у нас дуб. Это у нас рябина. Уже, по ходу дела, совсем поздняя осень. Да. Нет ресурса. Подождите его восстановление. Понятно, понятно. Спасибо. В принципе, я даже не знаю, на чем нам еще получать опыт. Я предлагаю заняться еще строительством домов. Потому что они нам определенно понадобятся. Мы уже подошли к верхнему порогу. Я предлагаю вот здесь вот сделать еще одну улицу. Да. И вот так вот у нас пойдут с вами дома. Ну, надеюсь, что нормально будет, аккуратненько. Два дома еще построим. Потому что у нас максимальная вместимость 24 человека. И 21 человек у нас уже есть сейчас в нашей колонии. Точнее, ну, блин, в нашей колонии. Ну, хотя, почему нет? Нет, все-таки это не колония. Это у нас именно поселение. До колониальной политики нам еще очень и очень далеко. Много-много веков, я бы сказал, даже тысячелетий. Прежде чем мы сможем какие-то свои колонии организовывать. Так, отлично. Очередной дом у нас готов. Сейчас еще один сделаю. Так, погодите. Так, отменить строительство. Я уж подумал, что можно что-то проапгрейдить. Но нет. Смотрите, здесь у нас сырая рыбка есть. Проща лежит. Кстати, знаете что? У нас все забито. У нас все сушилки полностью забиты едой. Может быть, еще какие-то сушилки поставить? Народу-то становится все больше и больше. Как вы думаете? Можете написать в комментариях, сколько стоит нам поставить еще сушилок. И как вообще нам рассчитывать, сколько их необходимо. Так, вода у нас есть. Высушенных шкур у нас, кстати, не особо-то и много. Они вроде постоянно сушатся. Родился новый человек. Отлично. У нас 22 человека. Интересно, когда нам дадут еще награду. За тридцатку дают или не дают награду? Или теперь только за полтинник или сотку? Хотелось бы все-таки чуть-чуть пораньше. Возведено 10 шатров. Знание плюс один. Отлично. Но мало. Еще 4 очка до первого фермерства. Во, смотрите, тут у нас кабанидзе дофига появилось. Давайте вот взрослого кабанчика привалим. И, да, двух взрослых кабанов завалим, а мелких, наверное, оставим. Я так и не понял, есть ли тут взаимодействие. Точнее, не взаимодействие, а, как сказать, воздействие на экосистему. То есть, можем ли мы, допустим, уничтожить вот все семейство и типа из-за этого потом получить проблемы с появлением новых животных. Так, все, этого кабана мы разделали. Второго, я надеюсь, тоже разделаем. Собачка очень сильно помогает. А еще, мне кажется, лук нам очень сильно поможет, если он у нас появится. Так, один кабан есть, но это нам не поможет прокачаться. Что у нас вообще по животным в округе? Что-то, честно говоря, по-моему, в округе-то нихрена и нету. Они все попрятались, не хотят они с нами общаться. Так, это кто у нас? Это у нас тур. Молодая самка. Можно, в принципе, тоже привалить. Но она куда-то уходит. Слушайте, они куда-то на юг, похоже, сваливают. Потому что у нас уже... Опа, подожди, это кто? Древний бизон. Я даже не знаю. Опасно, опасно с бизонами связываться. Что-то мне подсказывает, что вряд ли мы в этой серии так же разовьемся эффектно, как и в прошлой. Порубим мы березки, потому что эти у нас деревья идут на дрова. Вот я не знаю, кстати, дрова тащат домой для отопления или здесь у нас нету отопления никакого. В этой постройке ресурсы будут храниться в полтора раза дольше. Три человека может вместить. Просто вот этот костерчик, да, они около него могут греться. Здесь нужны дрова. Но у нас, в принципе, с дровами-то все в порядке. С бревнами, я имею в виду. Еще одну единичку мы получим за то, что переживем зиму. Вот я только одного не могу понять. Смотрите, у нас нету снега. Нам показывают, что вот это сезон зимы. Или все-таки сезон зимы начнется после того, как вот этот вот ползунок будет полностью заполнен. Черт его поймет. Непонятно. Так, а что мы такие печальные-то? Что нам не хватает? Нам не хватает морали почему-то. И пищи. Хотя пища у нас вроде бы в вагоне. Щевеленое мясо 23. И я смотрю с рождаемостью. У нас тоже прям все в порядке. Во, вы пережили новую зиму. Очень странно. То есть у нас наступила весна, а снега не было. Походу дело глобальное потепление, ребята. Я знал, что экологи врут. И что... Блин. И что на самом деле автомобили не имеют никакого отношения к глобальному потеплению. Так, ребята. Ну-ка. Давайте быстро. Я не хочу, чтобы у нас убили очередного ребенка. Вперед. Пещерного льва валим. Давай двойной клик. Тут у нас вообще собака стоит на секундочку. Вроде бы при двойном клике, при двойном клике, они должны бежать бегом. Но что-то как-то не всегда они готовы бежать бегом. Иногда они очень ленятся. Это приводит к плохим последствиям. Давайте посмотрим. Может быть где-то есть еще у нас здесь пещерные львы, которых лучше сразу же привалить заранее. И не ждать проблем, собственно. Нет, это явно не пещерные львы. Вот это туры. Они далеко. Да и не агрессивны они. Кстати, по ходу дела у нас реально с гиенами-то удалось разобраться. Вот пещерные львы. Но когда они к нам придут? И придут ли в принципе? Большой-большой вопрос. Так, ну мясо к нам приходит. И вкус бодрящий, да? Мясо вкус всегда настоящий. Есть. И у нас здесь еще и торговец есть. Давайте мы пообщаемся. Посмотрим, что у него реально имеется. Мука есть. Изготовление саней. Ну, блин. Слушайте, мы можем чего-нибудь попродавать, да? Кожа. Сколько там? Пять единиц. Слушайте, а мы вообще-то можем, наверное, себе позволить купить изготовление саней. 210? Да, блин, у тебя цены с каждым разом. Чем больше мы делаем, да? Тем как бы у него больше цены. Бредом попахивает. Я не могу себе позволить, наверное, все это купить, к сожалению. Так, 127. Сейчас посмотрим. Бревна. Ну, бревна тоже мы можем попродавать немножечко. 146? Но этого все еще мало. Камень. Значит, десятку. Кости. Вот на самом деле кости, шкуры и прочее. Вот это то, что мы можем продавать. Рубило полностью можно продать, потому что... О, подожди. Так все, что ли? Ну-ка, стопе. Давайте вот так вот мы лучше сделаем. И рубило мы сейчас... Подожди, тут еще есть рубило? Да, вот они. Да ладно. Открыта технология изготовления саней. Открывает создание саней крайне полезного транспорта ранних эпох. Так, мы можем теперь создать где-то эти сани-то? Или... А где мы их можем создавать? Это большой вопрос. Вот. Транспортировка. Простейший вид транспорта, его может тянуть человек. Только вопрос в том, где и как мы его будем использовать. В любом случае, он нам пригодится. И в любом случае, мы сэкономили довольно много времени. То есть, мы... Смотрите, мы исследовали технологии. То есть, 7 единиц мы сэкономили чисто за счет продажи. Причем, за счет продажи совершенно ненужных нам вещей некоторых. А теперь мы можем спокойно поохотиться. Еще добыть шкур побольше. Вопрос только на кого? Как обычно, извечный вопрос. На кого? Все животные держатся от нас подальше, похоже. Не хотят они близко подходить. Ну и правильно делают, по большому счету. Очень даже правильно делают. Давайте добудем еще немножко камней. Потому что мы по ним поиздержались. И, значит, сани у нас готовы. Не знаю, правда, как их использовать. И будут ли их вообще использовать где-то. Так, погоди. А куда ты пошел-то такой деловой? Ну-ка, идет за камнем. А вот это, кстати, правильное занятие. Смотрите, он сейчас наберет сюда камня. И потом сразу же все это дело отволочет. То есть у него будет сейчас полное вот это вот. Полные сани. Правда, конечно, стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я того, что как. Ну, вы поняли. В общем, да, можно сделать еще саней, на самом деле. А почему бы и нет? Давайте, наверное, еще сделаем. И тем более, что... А, ну, пять, пять, наверное, много. Так, кремниевый серп. Десять штук. И еще единичка. Мне бы еще одно знание. И я смогу тогда уже осваивать земледелие, да, фермерство. Было бы очень неплохо. Это цель этой серии, я бы сказал. Так, ребята, а что происходит? Что-то вам не нравится? Пища. Проблемы с пищей. Вяленого мяса 16. Рыба тоже есть. И замек умирает от старости. Вот бедняга. Слушайте, а может быть у нас есть что сейчас пожевать-то? Я смотрю, всякие орехи и прочее, они съедают и так довольно неплохо. Давайте посмотрим. Так, охота. Сбор диких растений. Вот, наверное, то, что нам нужно. Сбор диких растений. Есть здесь что полезное? Есть, в принципе. Давайте мы сейчас максимально увеличим размер этой области. Может быть, вот так вот. И пускай у нас один из наших ребят занимается сбором. Кстати, наверное, даже вот этот сбор диких растений. Давайте, наверное, даже два. Собирать до бесконечности. Вопрос в том, есть ли у нас здесь еще животинки. Пришел кто-нибудь сюда? Вот здесь, смотрите, животинка есть у нас муфлончик очередной. Давайте мы его пометим на удаление. И дикий осел тоже, кстати, давай, отъедет. Правда, далековато, конечно, за ним идти. Но это не наши проблемы. Нам особо не надо за этим всем делом следить. Мы просто назначили и забыли, как говорится. Опаньки! Опаньки! Менты! Вот это уже интересней. Давайте-ка сейчас вот этих козликов разделаем. И мы получим сразу много и шкур, и мяса. Потому что мяса, как-то, по-моему, у нас его было больше 20, а сейчас только 15 осталось. Не очень хорошо. Так, как вы поживаете, сударь? По-моему, он сейчас должен... Да, он помер, его собака, точнее, добила. Ну, хотя бы с одним разделались. И надо, наверное, все-таки делать сушилки. Опа! Население достигло 25 человек, и знания плюс 3. Новые люди присоединяются к поселению тоже 3 человека. А также знания мы получили за сотку добытой воды, ребята. И мы можем, можем, наконец-то, исследовать, собственно, обработку зерна. Слушайте, такими темпами еще пара серий, и мы уже в неолит выйдем, наверное. Открыта обработка зерна. Позволит вам собирать дикие зерновые растения, перемалывать их в муку и печь хлеб. А есть ли у нас здесь дикие-то растения? Дикие-то растения. Погоди. Давай посмотрим. Значит, во-первых, что вот это такое? Это черника. Это клубника. Это вообще не пойми, что за какая-то ника. Погоди. Вот это. Проса. Можно собирать осенью. Отлично. В зоне действия сети? В зоне действия сети. Превосходно. Значит, нам надо сейчас будет... Блин, все время почему-то не те кнопки нажимаю, которые надо нажимать. Значит, нам надо теперь заняться, как я понимаю, производством. Да, тут же должна быть мельница. Вот она, ступка. Ступка. Здесь вот у нас склад. Я предлагаю ступку где-нибудь разместить вот тут. В принципе, рядышком, да? Камень у нас есть. Камень у нас есть. А здесь что у нас не могут никак собрать? Кожи у нас не хватает. Так, отлично. Ибикса убили. И сто шкур нашли. Слушайте, мы такими темпами сейчас еще что-нибудь исследуем. Может быть, посадки каких-нибудь растений. Вот это что такое? Это же не растение? Нет, это не растение, к сожалению. Увы и ах. Подожди, дикий осел убегает от охотников. Блин. То есть, дикий козел не смог убежать, а осел какой-то... Ну, вы знаете, да, ослы, они только кажется, что они медлительные. Это они просто не хотят бегать. А так, если они хотят, то хрен ты их догонишь. Так, погодите. Я вот здесь вот уже не первый раз вроде бы назначал добычу кремния. А, кремень 0 из 15. А он что там, типа заново появится, что ли, или как? Почему не исчезла сама зона? Очень странно. Так, тут у нас ничего не появилось. А вот здесь, здесь у нас еще есть возможность собрать кремний. Давайте мы так и поступим. Добыча кремния. Добывайте. Потому что кремний нам все-таки нужен. Нужен и довольно регулярно. Вот сюда. Слушай, здесь, здесь тоже еще остался кремний. Все ок. Посмотрим, что там спроса. Ну, на самом деле, самое главное, это получить возможность все это выращивать. Не просто собирать дикие вот эти вот злаки, а выращивать. Для этого, как я понимаю, нам нужна еще одна единичка, да? Вот это же, по-моему. Нет, это обработка бобовых. То есть, мы только сможем их собирать. А культивация, это у нас уже неолит, к сожалению. Блин. Отстойно. Что я вам могу сказать? Отстойно. Нет задачи в очереди. Так. А, секундочку. А печь-то? Вот хлеб мы можем печь здесь. Из муки. Причем технология-то нам была известна давно, похоже. Очень странно и подозрительно. Так. Как у нас со складами? Со складами у нас все отлично. Правда, надо бы избавиться вот здесь вот от вот этого говна. Так. Стоп. А ножи-то у нас вообще есть или нет? Мы производим ножики? Должны производить, но, по-моему, не производим. Или мне кажется? Нет, смотрите. Кремниевый нож. Знание плюс один. Десять штук сделано. И мы можем следующее что-то изучать. Я думаю, что, знаете, мы все-таки луки изучим. Я-то надеялся, что мы сможем что-то сажать. А мы только собирать бобовые сможем. Или же все-таки их? Нет. Давайте все-таки луки. Я хочу луки. Открыта технология стрельбы из лука. Открывает создание луков лучшего охотничьего орудия каменного века. Ну, будем надеяться. Кстати, лук у нас идет вместо чего-то или как вообще? Значит, подождите. Костяной гарпун. Костяной копье. Погоди. А гарпун мы не делаем, что ли, новый какой-то? Костяной серп. Так. Гарпуна вроде бы нету. Праща. Примитивное оружие для охоты. Давайте, наверное, пращу отменим. Будем делать теперь луки. А из чего делается-то? Ага. Шкуры и палки. То есть и то, и другое. Блин, а у нас маловато. Так, кожа есть? Подожди, а у нас вообще шкур нету, похоже. Вот, высушенная шкура одна. Так, а что это у нас высушенная шкура? Сырая шкура. А почему отсюда еще не забрали? Вот, молодцы. Ребят, нам надо больше охотиться. Нам надо больше шкур. Так, ибикса давайте завалим. Еще одного. Конечно, они маленькие. Но хотя бы по одной шкурке, я надеюсь, нам упадет за это. По башке нам упадет во время стрима за убийство маленьких животных. Я в этом более чем уверен. Я просто снимаю, на самом деле, это видео сразу вслед за предыдущим. Вообще, подряд, получается, снимаю четыре видео. Так, и торговец к нам приходит. Так что я не знаю, что вы мне написали под первым видео. Пока еще не знаю. Я думаю, что только к пятому я узнаю, что вы написали под первым. Итак, значит, что мы можем продать, ребята? Запасы поселения нам надо избавиться от примитивного дерьма. В частности, от рубила. Вот рубила нам больше не понадобится, так же, как нам больше не понадобится пращи, как я понимаю. Давайте мы часть продадим и купим вместо этого, может быть, даже просто вот кожу, во-первых, мы можем купить. Дальше давайте меховую одежду купим сразу, готовую, чтобы не париться. Сколько там еще? Пятнашечку, да, можем? Каменная кирка. Па-па-па-па. Значит, подождите, кремниевая кирка. Вот так вот давайте сделаем. И еще одну. О, отлично. Огонь, огонь. Замечательно. Но все равно нам надо много шкур. А вот где их взять, я фиг его знает. Вот, наверное, кабанчиков можно привалить сейчас. Давайте вот этого отправим в их, я не знаю, кабани-ад. Или кабани-рай. Наверное, рай все-таки. Потому что животные, они лучше, чем люди. Они, опа, подожди. Кремния сотка, да? Отлично. Они не грешат, так что их не за что наказывать. Даже пещерные львы, которые едят наших детей, они как бы, они невинны. Так, что там? Ага. Банго. Господи, кто такие имена-то придумывает? Умирает от старости. В общем, главное, чтобы у нас рост поселения шел быстрее, чем убыль. Вот это, вот это тоже важно. Но я думаю, что с этим у нас проблем не будет. Значит, что у нас здесь? Известность 85 из 1000. Да мы скоро, блин, до 1000 дойдем, наверное. И вот его старенького несут сюда и того этого решили прикопать. Все пошли молиться. Окей. Значит, дубы мы оставляем. Дубы мы не трогаем. А вот эти деревья, я думаю, что можно убрать. Зачем они нам нужны? По-моему, мы их уже рубили. Правда, я не помню, все или не все. Но мне кажется, что они тут растут очень-очень быстро. И можно, в принципе, их рубить и продавать. Так, что у нас с луками? Шкур у нас нету. Вот что у нас с луками. Это плохо. Давайте-ка мы, наверное, одну вот эту сушилку поставим на большой приоритет. И таким образом нам надо больше шкур, чем кожа. Нам нужны, значит, сухие шкуры, чтобы можно было делать луки. Хотя я не знаю, на что там идет. Ну, если только на обмотки какие-то режут эти шкуры на какие-то там, я не знаю, жгутики там. Фиг знает. Так, палки 250. Отлично. И у нас истощена очередная зона кремния. Блин, это плохо. Ребята, куда нам идти-то? Куда нам пойти? Куда нам податься? Где еще можно надыбать кремния? Вот это же кремний. Это кремний. Насколько это далеко от нас? В принципе, относительно недалеко. И вот здесь вот еще ослик ИА стоит. Это, наверное, тот, который прошлый раз... Да, кстати, это именно тот, который в прошлый раз от нас свалил, похоже. Хе-хе. Нормально. Ну, видно, это судьба. Давайте добычу кремния следующую пометим. Потому что кремний, к сожалению, у нас идет вообще везде. Меня это не сильно радует. Хотелось бы перейти на какие-то новые. Опа, старая самка. Ты что, померла, что ли, или ты спишь? Ну, надеюсь, что не померла. Хотя она старенькая уже. Ладно. Что у нас по лукам-то? Смотрите, у нас уже три лука есть, в принципе. Угу. И мы еще и дикого осла привалили. А мы ни разу ни одного осла до этого не валили. Вот это поворот. Так, шкуры, значит... Шкур нету. Шкуры у нас сушатся. Но главное, что у нас луки потихонечку. Количество луков растет. И значит, что скоро мы будем более эффективно охотиться. Можно будет даже попробовать на мамонта, наверное. Правда, по-моему, мамонты куда-то делись. Или мне показалось, или их больше здесь нету. Мы начинали, они были. А теперь их того и этого нету. Так, смотрите. У нас тут есть ячмень. Давайте-ка мы рожь есть. Ребят, куча всего имеется. Но надо будет все потом как-то заготовить. Ой, да тут целая семья ослов пришла. Ребята, тут целая семья ослов пришла. Давайте мы попробуем привалить еще одного ослика. Хотя на водопое, между прочим, по законам джунглев, джунглей валить нельзя. А, это у нас вообще с серпами пошли заготавливать рожь. Рожь, ячмень. О, этот, подожди. Этот с луком, или мне показалось? Или он с пращей? С чем ты вообще? С пращей. Праща, по-моему, не самое эффективное оружие. Хотя он уже хромает. Сейчас его собачка, наверное, пожует немного. Вот ты не мог помочь ему, нет? Видимо, нет. Я не понял, это вообще ослик или это зебра? Почему он полосатый-то? Ну, это не суть важно. Короче говоря, в этой серии у нас не особо получилось то, что я хотел сделать. У нас еще довольно много надо всего изучить. То есть 14 очков здесь. 30 очков нам надо еще для перехода в неолит. И вопрос в том, надо ли нам переходить в неолит. Потому что на неолите, по-моему, у нас уже начнутся проблемы. То есть нас уже могут начать атаковать. И даже сама игра периодически предупреждает о том, что, ребята, вы смотрите, насколько вы готовы к тому, чтобы вас начали атаковать. Может быть... Кстати, погодите. А у нас защита там не появилась? Нет, защита у нас не появилась, к сожалению. И металлургии у нас, естественно, еще нет. Захоронения такие же. Вера все то же самое. Короче, да, надо переходить дальше. Меня больше вот интересует. Смотрите, соломенная крыша. Это значит, мы сможем дома апгрейдить. Строительство шахт. Что тут еще интересное? Копка колодцев. Не надо будет далеко ходить. И защита. Ребята, возможно, что первое, с чего стоит начать, это именно будет защита. И хлеб у нас появился еще. Хм. Назаготавливались, да? Ребята, а есть тут еще что-нибудь в округе такое интересненькое? Это что? Это фасоль. Фасоль мы не можем сейчас пока никак заготавливать, потому что это бобовые. Надо было их изучить, тогда бы могли. Ежевика. Так, это что за хрен? А, это древний бизон. Древний бизон, неинтересно. Черника. Блин, да фиг его знает. По-моему, проще даже не через охотничье зрение заготавливать, а вот прям так. Собрать урожай. Тут, в принципе, вроде бы как недалеко. Давай пшеницу и прочее. Подожди, точно ли это недалеко? Да вроде нет. Главное, чтобы сейчас пещерные львы какие-нибудь не напали, как обычно. Ну и наше поселение растет и ширится, как видите. То есть у нас еще сейчас парочка домов появится. Точнее, вот один. И еще, наверное, один надо будет сделать. Я вот не знаю, следующий дом, он насколько большой, насколько он больше. Пишут что-нибудь? Ничего не пишут. Только то, что нужна соломенная крыша. А для хлева... А, хлев это... Хлев это не дом, понятно. Это для животных. Хотя, может быть, там и жить можно. Черт его знает. Каменный хлев, круглый дом. Да. Интересно, насколько эта игра будет еще развиваться. Вот в чем вопрос. То есть для нее, в принципе, есть мастерская. То есть, допустим, перевод на русский язык, он осуществляется скачиванием моды из мастерской. То есть я сначала такой посмотрел в стиме. А игра-то типа на английском языке и не поддерживает русский. А оказывается, полная локализация лежит в мастерской. Вот так вот. И так бывает. Так, очередной дом у нас готов, ребята. Значит, вместимость 33 человека мы можем взять к себе. И вопрос на засыпку. Подождите, шкур у нас сырых достаточно. Значит, точнее нам сушилок достаточно. Шкур у нас как раз мало. И надо еще кого-нибудь привалить. Вот, допустим, кабанчика. Молодой кабан-самка. Кстати, его можно будет приручать тоже чуть позже. Именно детенышей надо ловить. И как бы их можно будет приручить. Это раз... Во, погодите. Древний бизон взрослый сам... Освежевать. Подожди, а кто тебя убил-то? Брателла. Кто-то его убил. Мне даже интересно, кто. Главное, с этим кем-то не встретиться. Совершенно не хочется знакомиться с тем, кто завалил бизона. Так, убиток кабанов. Знание плюс один. Десять кабанов. Кстати, мы скоро получим очко навыков. Но, видимо, не в этой серии все равно. Хотя... Так, смотрите. Еще трое новых людей к нам пришло. 27 человек. Я думаю, что за 30 нам тоже дадут что-нибудь. Догонят и еще раз дадут. Так, а что мы дальше-то будем вообще изучать в принципе? Бобовые или же татеизм? Наверное, татеизм. Скорее всего. Мегалитизм, татеизм. Господи, сколько всего. Похоронные обряды. Новые похоронные обряды. Либо... Либо бобовые. Я думаю, что, может быть, бобовые будет поприкольнее. Так. Область добычи кремния истощена. Но это, слава богу, не та, которую мы пометили вот там вот недавно. Но тоже плохо. Шкурки. Шкурки есть. Так, значит, у нас 7 луков есть. Кирки есть. Все есть. Прибыл торговец. Давайте посмотрим, можем ли мы что-то продать ему. Если у нас что-то не нужно. У нас есть рубила. Так, что еще-то есть? Солома, кстати, смотрите, у нас появилась. Только она нам особо-то не нужна. Ребят, да ничего нам тут у него особо-то и не нужно. Если только у него какой-нибудь инструмент купить. Допустим, там кремниевый топор или кирку или серп. А что у нас меньше? Так, вот у нас меньше кирок, да? Давай мы кирку одну купим. И чем бы еще? Бревнышек докинем. Вот так вот. Пускай будет. Не будем тратиться на нее. Ну и на этом мы на сегодня, наверное, будем заканчивать, ребята. К сожалению, в неолит у нас выйти не получилось. Но я, по большому счету, и не планировал в этой серии выйти в неолит. Я думал, что мы уже будем осваивать что-то из фермерства. Но, видно, тоже, опять-таки, не судьба. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии. Это позволяет мне побеситься. Нет, на самом деле, Ютубом поразвиваться. Точнее, видео продвинуться на Ютубе. Господи, все, заплитык языкается. В общем, жду ваших лайкосиков. Буду рад, если вам видосик понравился. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. У нас, кстати, 7 очков. Но технологию мы будем изучать уже в следующем видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok